В эфире Интеркор. Самые интересные и обсуждаемые новости Магадана из социальных сетей за неделю. Здравствуйте! Утро начинается не с кофе. На этой неделе Магадан буквально прославился на всю Россию. Не качеством дорог или другими социальными проблемами, а на секунду вокальным исполнением. По сети разлетелось видео, где мужчина встречает холодное зимнее утро понедельника первобытным высоким басом. Ролик появился сразу в дополненном варианте, где мужчину сразу определили в шоу голос. Хуже оно от этого не стало. У одних есть время утром, другие в этот момент уже работают. Как, например, герой следующего видео. Водитель КамАЗа несколько раз пытается проехать в арку, при этом не замечая, что у него сверху открыт люк. Естественно, такие действия приводят к повреждениям и стены, и машины. Возможно, человек просто не выспался. Может, стоило покричать с утра пораньше. В комментариях также не жалуют и автора ролика, снявшего тяжелое утро рабочего человека. Пользователи отметили, что лучше вместо того, чтобы издеваться, надо было просто подойти и помочь. Не могу не согласиться. С другой стороны, причинами такой невнимательности могут быть вполне очевидно магнитные бури или аномальная погода. Зима пришла к нам в этом году поздно. А некоторые говорят, что она еще и уйдет рано, в начале следующего года. Одним из таких некоторых является казахстанская прорицательница Вера Леон. На своем YouTube-канале она выпустила ролик, где дала предсказания на погоду ни много ни мало по всему миру. Не обошла стороной нас. Вчера делала предсказания, в этом году будет настолько аномальная зима, что на какое-то время снег растает даже в Якутии и Магадане. Там будет плюсовая погода. По мнению последовательницы Ванги, этой зимой также будет много дождей и ледяных ливней, о которых лично я слышу в первый раз. И это не только по России. Это видео я уже давала. Хоть экстрасенсы и говорят, что у нас будет тепло зимой, суровая реальность доказывает нам обратное. Эта неделя встретила нас метелью и ветром до 25 метров в секунду. Такая погода стояла первую половину недели и вызывала сплошные неудобства для жителей города. Естественно, не обошлось в таком случае и без происшествий. Вечером 12 ноября в Магадане с крыши дома по улице Пролетарской, 32, порывистый ветер собрал материалы для ремонта. Все оказалось разбросанным у крылец подъездов. Припаркованным машинам ущерба не нанесло. Материал оперативно собрали и подняли обратно на крышу. Происшествия из-за плохой погоды на этом не заканчиваются. Около двух часов ночи, 13 ноября, в Магадане по улице Речной, водитель микроавтобуса не справился с управлением, врезался в автобусную остановку и практически ее снес. На автомобиль упала крыша остановки. Ему причинены механические серьезные повреждения. Сам водитель вскрылся с места ДТП. В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры по установлению розыска водителя вышеуказанного транспортного средства. На место происшествия незамедлительно были вызваны сотрудники МЧС России, а также оповещены должностные лица мэрии города Магадана в связи с возможной угрозой жизни и здоровью граждан. В такую погоду иногда просто разумнее остаться дома, посмотреть телевизор. Так и поступил герой следующего сюжета. Он просто со своим питомцем смотрит бои без правил. Пес очень заинтересован. Порода его, кстати, ирландский терьер, что роднит его с известным бойцом UFC Конором Макгрегором. Пес теряет всяческий интерес к передаче, как только бой заканчивается. Видимо, ирландцы, будь то люди или даже собаки, сильно тяготеют к хорошей драке. На этом все. С вами был Алексей Кузнецов. В следующую пятницу мы поговорим о том, что больше всего интересовало магаданцев на просторах интернета. До встречи в сети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова